Что происходит с этим народом? Нет ни одной национальности, которая была бы идеальна. Известный музыкант бросает всё и переезжает жить в Суздаль. Это была катастрофа для меня. Немного странно, что в таком маленьком городе такое количество церквей. Колокола звонят, красота. Тут все играют на балалайках. Они хотят переехать именно в российскую глубинку. Суздаль – столица русской души. Вы помните, как швейцарец, пчеловод из Переславки-Залесского подарил мне эту баночку мёда? Так вот сейчас я приехала в Суздаль для того, чтобы сделать настоящую медовуху. Маша, Маша, это хорошо, медовуха. Но я хочу тебе показать что-то, это стереотипа Суздаль. Мы сделаем тур в Суздаль, я хочу тебе показать что-то. Я хочу показать что-то. Это мы и они на выезде. Николя Челора, Франция. Талантливый французский пианист с итальянскими корнями приехал в Россию по зову души. Его манили православные храмы и возможность выступать в российской глубинке. В первую же неделю Николя познакомился со своей будущей женой и задумался о переезде в Суздаль. С окончательным решением помогла пандемия, которую он счастливо пережил во Владимирской области. Купил дом в лесу и перевез туда из Парижа два рояля и 30 коробок книг. Считает нашу страну ноевым ковчегом современного мира, а Суздаль воплощением русской души. Субтитры создавал DimaTorzok Николя, мы в Спасо-Преображенском соборе. Здесь невероятно красиво и чувствуется какая-то очень особая энергетика. Я рада, что у нас все получилось и наше интервью мы сможем в том числе записать в этом необычном месте. Где, как ни в Суздале, можно посещать храмы. Город маленький, действительно, просто российская жемчужина. По площади занимает 15 квадратных километров. И на всем этом пространстве 57 различных храмов и церквей. И насколько я понимаю, от своей большой любви к религии вы в том числе и переехали из Парижа сюда. Вы знаете, я живу недалеко отсюда. И я не знаю, что есть эта, конечно, очень красивая церковь, но тут же есть служба. Как вы понимаете, я не говорю достаточно хорошо по-русски. Да, я понимаю, что вы говорите, но не настолько, чтобы давать глубокое интервью. Поэтому я предлагаю перейти на французский язык, который будет для вас комфортным. Когда я впервые приехал в Суздаль, это было в качестве туриста. И, конечно, это было немного странно, что в таком маленьком городе, такое количество церквей, пять монастырей, я провел сравнение, возможно, с городом Асизи в Италии. Все в нем очень старинное, он почти не изменился с 13-14 века. Но, конечно, это Россия, православная религия. И я был очень счастлив приехать сюда в самый первый раз. Благодаря этому первому визиту в Суздаль, я посетил церковь Николая Чудотворца, и там был священник, который рисовал иконы. Мы немного разговорились. В то время я совсем плохо говорил по-русски. Он мне сказал, у меня есть подруга, которая как раз работает во Владимире, в основном с музыкантами. И я ей сразу же позвонил. Вот так я познакомился с той, которая потом стала моей женой. Для нас здесь, в России, для многих людей, Париж является какой-то абсолютной мечтой. Да, да. Город романтики, Эйфелева башня. Конечно. И человек, который занимается искусством, живет в Париже, ездит по всей Европе, известный музыкант, бросает все и переезжает жить в Суздаль. В какой момент ты понял для себя, что ты хочешь променять Париж на Суздаль? Прежде всего, я тоже, конечно же, очень люблю Париж. Несколько лет назад, когда я впервые приехал в Россию, возможно, я немного идеализировал Россию. У меня немного было впечатление, что это страна, которая пытается вернуться к своим историческим корням. И у меня было желание, чтобы Россия оставалась страной, сохранившей свои исторические корни. И в этой идеальной картинке, в этой мечте Суздаль – это своего рода сердце Древней России. Это дает возможность здесь, сегодня, в современном мире, обрести место, которое является свидетельством цивилизации тех времен. И в то же время место, которое по-прежнему живо сегодня. Есть что-то особенное в том, чтобы жить в древней духовной столице Древней России. Вот было у вас какое-то ощущение, что этот город дает вам надежду, что все будет хорошо? Я смотрю на Россию, как на Ной в ковчег. Ведь Ной построил ковчег для спасения, так как он знал, что случится потоп. И в некоторой степени, немного в идеальном представлении, но у меня есть такое ощущение. И я надеюсь, что я не ошибаюсь. Сегодня я пишу музыку, которая, как я надеюсь, станет циклом музыкальных произведений о Суздале. И я бы хотел дать название этому циклу «Суздаль. Столица русской души». Ох, Николя, колокола звонят. Да, тут же сейчас случилось. Красота, снег идет. Вроде весна уже, а снег идет. Суздаль, конечно, это один из самых интересных и, как мне кажется, таких вот по-настоящему сохранившихся древних русских городов. Да, так, конечно. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь чувствуете? Может быть, есть какие-то любимые улицы или храмы? В Суздале вся центральная часть очень красивая. И, очевидно, около Кремля речка, которая протекает достаточно большое пространство, перспектива немного вдаль. Мне очень нравятся синие купола со звездами такой характерной формы. И это правда, что в Суздале так самобытно. Это действительно так. Эти сани с лошадьми. Это достаточно редко можно найти где-либо еще. В санях есть ощущение, как будто ты в парке на лодке. Как там была Россия, как тройка мчится сквозь снег на огромной скорости, непонятно куда. Николя, а как вы думаете, у русских с французами много общего? Ну, даже вспомнить нашу классическую литературу, да и вообще в целом вспомнить историю. Очень долго в России было хорошим тоном разговаривать на французском. Кстати, вы знаете, что также есть связь между французским и русским языком. После революции в России многие русские уехали, например, в Париж. И некоторые стали водителями такси. И когда они видели бар, то они говорили, мне надо быстро, быстро, чтобы выпить водки. Таким образом, когда они говорили быстро, быстро, каждый раз останавливаясь у бара, стало на французском бестро. Это стало настоящим французским словом «бар». Благодаря этому, возможно. Удивительно, конечно, но практически во все волны эмиграции, которые были в России, это и после революции, и в 90-е годы, и не так давно, в 2022 году, очень много творческих людей и творческой интеллигенции уезжали непосредственно во Францию. Мне вот интересно, а почему именно во Францию? До 19 века Франция была в некотором роде первой мировой державой с любой точки зрения, экономической и культурной. Среди всех больших столиц, которые существуют даже сегодня, Париж – один из редких городов, где красив город в целом. Обычно в больших городах в основном красив центр, а остальная часть не очень красивая. А в Париже много разных районов, и, как и весь город в целом, они невероятно приятные, при том, что они очень отличаются. То есть вы думаете, что творческая интеллигенция выбирает для себя Париж просто потому, что это красивый город? Или все-таки есть какие-то дополнительные, не знаю, бонусы? Вот я, например, знаю, что во Франции, если ты занимаешься творчеством, то тебе страна доплачивает какие-то деньги, если ты прорабатываешь определенное количество часов. Возможно, так и было раньше, но сегодня, к сожалению, я не думаю, что это так. Во Франции много разных проблем, и культура всегда страдает больше всего, быстрее терпит поражение. Это правда, что на уровне культуры Франция сохраняет важное место. Это правда, что культура связана с экономикой. Сейчас, возможно, это более идеологический аспект. Это значит, нужно соответствовать определенному типу культуры. Если вы соответствуете, действуете в нужном направлении, возможно, вы можете рассчитывать на поддержку. А если нет, то совсем никакой поддержки. Николя, мы пришли на выставку под названием «Красота». Эта выставка посвящена золотому шитью. Самый сложный вид шитья. И он сохранился непосредственно в наших русских традициях, в наших костюмах. Не знаю, видели вы это вообще раньше? Это очень красиво. И что мне очень нравится на самом деле, здесь много вещей, которые не являются функциональными или полезными, но они необходимы для создания красоты. А как вы считаете, может ли современное искусство сегодня конкурировать с искусством классическим? В современном искусстве потеряна своего рода конечная цель и задача. Мы живем на этой земле, но после жизни есть конечная цель, есть рай и так далее. И таким образом есть эта перспектива. И в современном искусстве у меня складывается впечатление, что эта конечная цель исчезла. Я приведу пример. Когда у вас есть книга, мы можем задаться вопросом, а что это? Это прямоугольные предметы с целлюлозы, бумага, на которой что-то там написано. Или же мы можем сказать, что это предмет, который позволяет задуматься и передавать мысли. Это и есть та самая конечная цель и задача этого предмета. И это важнее. А тот, кто не понимает задачи этого предмета, он может сказать, что это? Это бумага, я разожгу и камин, это полезнее. Он не понимает задачи такого предмета, как книга, и без проблем использует ее просто как бумагу. Это получается как регресс. Лично мне кажется, что основное, что отличает современное искусство от искусства, которое было раньше, это исчезновение, это стирание, ощущение конечной цели художника и человеческой жизни. И так часто в современном искусстве есть художники, которые находятся в поиске. И все, что они делают, это что-то непонятное или исключительно субъективное. Я соглашусь с вами, что искусство – это всегда попытка взглянуть куда-то в вечность. Но с этой точки зрения можно ли вообще сравнивать российское современное искусство и французское? Справедливо сказать, что в таких странах, как Франция и так далее, можем сказать, на Западе. У меня сложилось впечатление, что они пошли дальше в стирании, можно так сказать, конечной цели человеческого бытия. В то время как в России вы немного запаздываете, и для меня это очень хорошо, потому что просто-напросто все еще остается место для Бога. С другой стороны, если вы приедете в церковь во Франции, их уже там все меньше и меньше, там нет икон, они почти пустые, только произведения современного искусства, которые якобы священные, но они выглядят абсолютно ужасно, и это что-то невообразимое. Вы слушаете литургию, и часто это просто песенки, как из варите, из танцевального шоу. Сама духовность очень далека от христианского образа мышления. Вы, возможно, знаете недавние новости про Франциско. Сейчас они дают возможность и даже легализуют однополые отношения, как будто это абсолютно нормально и так угодно Богу. То есть это немного странно, так как Бог, Он создал мужчину и женщину, то есть это своего рода вероотступничество. У Суздаля в этом году юбилей? Да. Тысяча лет исполняется? При этом я знаю, что вы приехали сюда достаточно давно. Расскажите, как за то время, пока вы здесь живете, изменился город? Город немного изменился, так как действительно многое было отреставрировано. Имеется в виду немало дорог, а также зданий. Все это было отреставрировано. Таким образом, многое становится лучше и лучше. Например, вот в некоторых монастырях перекрашивают фасады и все такое. Все мало-помалу становится лучше. Также переделывают дороги, очевидно, благодаря юбилею. А сейчас, вот, например, переделывается трасса от Владимира до Суздаля. Николя, у меня недавно было интервью с Александром Стефанеско. У него HR-агентство, и он занимается помощью французам, которые хотят переехать в Россию. И вот вы знаете, большинство этих французов, они хотят переехать именно в российскую глубинку. Почему? Ну, как раз это мне кажется очевидным, так как в конечном счете все страны сегодня имеют тенденцию к похожести в том, когда мы говорим о самом центре. И наоборот, когда мы говорим, как сказать, о более древней культуре, все страны очень разные. Если французы хотят открыть для себя Россию, они привязываются к тому, что является отличительной особенностью русской культуры. Когда я впервые приехал в качестве туриста в Россию в 2016 году, то представьте себе, я думал, что тут все играют на балалайках, и что это вполне нормально, что все слушают «Очи черные» и так далее. Я был очень удивлен, что это совсем не так, потому что есть этот привлекательный аспект, как сказать, который определяет культуру. И в принципе, культуру. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое. Вам удачи сегодня. Спасибо. Идем, заходим. Ух, как тут миленько. Сегодня мы все традиционное, мне кажется, то, что есть в Суздале, попробовали. Но считаю, что нужно попробовать еще безалкогольную медовуху. А то как будто бы и в Суздале не были. Мне нравится медовуха. О, бояре. И ваша безалкогольная медовуха. Спасибо вам большое. Спасибо. Чин-чин? Чин-чин. Как говорят во Франции? Это, возможно, тоже чин. Чин-чин. Все, договорились. Как будто квас, но чуть-чуть с медовым таким вот послевкусием. Но, например, эту я никогда не пробовал. Может быть, да, только одну стопку. Как тогда пробовать? Эту я не знаю. Но тем более, тогда я предлагаю, чтобы разобраться во всем этом, поехать на производство, посмотреть, как, собственно, медовуху делают, из чего, почему, и почему она разных таких цветов получается. Ну, расскажите нам подробно, как готовится медовуха. Главный наш секрет, наверное, в том, что мы ее варим. Как и пиво, варим медовуху. То есть мы заливаем мед. Заливаем мед. Воду. Вот там вода. Горячая. Кипяток. Кипяток. То есть кипяток. Поэтому нужно быть очень осторожным. Получается такая сладкая вода, да? Вот если я дома мед развожу в горячей воде, то вот такая сладкая водичка получается? Сперва сладкая водичка. Называется сироп. Перемешали обязательно. После этого эту сладкую водичку, которая еще покипит некоторое время, мы отправим на сброживание, где добавим дрожжи, чтобы запустить процесс брожения. Но, скажу честно, безалкогольную медовуху мы попробовали, и она действительно отменного вкуса. То, что мы сварили с вами в той бочке, мы здесь, сюда, сейчас перекачаем на сброживание. Ой, как медом пахнет! Ох! Это же будет совершенно другой вкус. Он более глубокий. Шипит. Шипит. Ох! И вот, чтобы он не шипел и не взорвался в бутылках, из этой емкости мы уже отправим вот в эту на принудительное снятие с дрожжей. Хидромель – медовый напиток. Это немного похоже на медовуху во Франции. Николя, ну, насколько я понимаю, вы любите не только медовуху, но и вообще русскую кухню в целом. Да, да. Это правда. А какие ваши любимые блюда? Я не знаю, есть ли одно особенное блюдо, которое я люблю. Есть много разных блюд. Например, классические супы. Конечно же, борщ, солянка. На самом деле, я также люблю пельмени. Знаете, они похожи на итальянские тортелли. Это почти одно и то же. И вареники тоже люблю. А можно вообще сравнивать по цене и качеству российские продукты и французские? У меня сложилось впечатление, что здесь, возможно, продукты более натуральные. Например, молоко. Когда мы покупаем молоко в супермаркете, на самом деле, я думаю, что оно гораздо лучше, чем во Франции. Часто это молоко более плотное по консистенции. Возможно, продукты менее изысканные, но более натуральные. По моим личным ощущениям, если покупаешь где-то условно яблоки в Европе, ну и во Франции в том числе, то эти яблоки у тебя могут просто месяцами лежать, и они абсолютно глянцевые, красивые, симпатичные, и ничего с ними не происходит. И точно вроде бы такие же яблоки здесь в России 2-3 недели, и они уже начинают чернеть и всё такое. Я тоже думаю, что это из-за консервантов в продуктах. Это значит, на самом деле, что если в продукт добавить большое количество консервантов, он может гораздо больше храниться. Возможно, эти продукты красивее на вид, но в конечном счёте они менее натуральные. А почему так происходит? Французы не задумываются о здоровье, или эта вот тема ЗОЖ, ЭКО, как-то им не так уж и важна? Нет, я просто думаю, это значит, что с коммерческой точки зрения всегда важен внешний вид. Людям во Франции привычнее предложить более красивый внешний вид для улучшения продаж. В то время как здесь, в России, эти параметры менее важны. Вы супертворческий человек, и вот за то время, пока я с вами общаюсь, я, конечно, просто с каждой минутой всё больше нахожу подтверждение этим словам. Но интересно, что у нас в России долгое время считалось, ну как бы, ну не очень, когда ты выбираешь именно творческую профессию. Потому что якобы в творческой профессии было сложно заработать денег. То есть все родители хотели, чтобы дети становились бизнесменами, юристами, экономистами, вот не знаю, разливали собственно медовуху и всё в таком ключе. Вот мне интересно, как вы считаете, сейчас ситуация изменилась, то есть творческая профессия стала более престижной? Когда мы в реальности говорим о творческой профессии, речь идёт в основном о призвании. Имеется в виду относительно личности, даже если это, возможно, более сложная область и, без сомнения, гораздо менее рентабельная. В некотором роде выбор профессии бизнесмена или занятие производством – это, конечно же, неплохо. Вот я был бы очень рад производить медовуху. Я думаю, что в нашем обществе мы больше озабочены чем-то более, как сказать, полезным производством чего-либо, что мы можем увидеть. А тот, кто пишет красивую музыку, в крайнем случае, если это, к примеру, для рекламы, это более рентабельно. Если это музыка для фильма, возможно, тоже, если фильм будет иметь успех. Так как на самом деле это про то, чтобы чувствовать что-то и пытаться это передать. Это должна быть смиренная творческая работа. И потом может оказаться возможным достигнуть уровня престижа. Мы становимся очень известными только когда мы входим в своего рода медиапространство. По большому счету это, получается, не зависит от того, где ты живешь – в России, во Франции. Не важно, это было сейчас или сто лет назад. Технология одна и та же у творческих людей. Или все-таки сейчас, и условно там в России, действительно что-то по-другому? Ну, то есть, там, вот вас ценят больше, чем во Франции, классическую музыку ценят больше, чем во Франции, больше платят, но и условно. Да, я думаю, на самом деле у меня складывается такое впечатление, что сегодня ситуация для классических артистов лучше в России, чем во Франции или любой другой западной стране. немного ввиду тех причин, о которых мы говорили ранее в контексте современного искусства. Во Франции необходимо соответствовать определенной идеологии, вписываться, в кавычках, в рамки современной музыки, чтобы получать поддержку. Но если вы не встраиваетесь в эту идеологию, вы не сможете ничего сделать. Действительно, абсолютно ничего. А в России же нет такого рода массовой идеологии, которая бы диктовала вам, куда идти. Мне это очень приятно слышать. Во Франции в прошлом году произошло, как мне кажется, такое трагическое событие. Полицейский застрелил подростка, находившегося за рулем, в городе Нантер. После этого по всей стране прокатились беспорядки. После этого активисты, которые занимаются искусством, говорят, что происходит с этим народом. Только культура и искусство сможет спасти Францию. Вот что они имеют в виду под этим? Культура может наполнить сердце человека желанием хорошего, красивого, истинного. И даже, я скажу больше, так как это зависит от типа культуры. А что это тогда за тип культуры, которого нет во Франции? Если ты приезжаешь, это потрясающая архитектура. Это, ну, это раньше. Вот, например, только сегодня утром я совершенно случайно слушал передачу по радио. Это было 16 февраля 1848 года. Последний концерт Шопена в Париже. И в этой передаче они поставили все произведения, которые он сыграл в последний раз в Париже, так как он умер в 1849 году. Итак, сегодня утром я слушал эту передачу, и я сказал себе, как такое вообще возможно, что современной музыкой 1848 года были Фредерик Шопен, Брамс. Как такое возможно? Что это за цивилизация, что для них в то время культурой был Фредерик Шопен? Понимаете, а в современной культуре сегодня найдем ли мы что-то более-менее эквивалентное? К сожалению, нет. Но вы правы, во Франции великолепная культура, архитектура. Если мы пойдем в Лувр, музей Арсе, импрессионисты, это что-то великолепное. Но это все прежняя культура. И я надеюсь, что будет выход из этого разрушенного мира, который производит много вещей, которые не помогают цивилизации, а часто приносят много проблем. это немного как кошмар. Николя, вот важная тема, как мне кажется, которую в том числе нужно обсудить для тебя, как для человека не просто творческого, а достаточно религиозного, это наши так называемые традиционные ценности, которые сейчас активно обсуждаются в нашей стране. Расскажи, что значит создавать семью здесь, в России, и чем вообще семья в России на сегодняшний день отличается от семьи во Франции, если она чем-то отличается, конечно. В первую очередь создать семью это прежде всего встретить человека, с кем мы хотим жить вместе. Приведу пример. Это немного как самолет, который летит по небу. Существует связь с так называемым командно-диспетчерским пунктом, которого сейчас больше нет, так как радары находятся в самом самолете. Существует связь для того, чтобы выстроить маршрут. Но на самом деле это достаточно трудно, если вы одни, выстроить маршрут по жизни. Необходима та или иная связь с точкой зрения и не только вашей. И если это союз двух людей, это достаточно нелегко двигаться вместе, так как всегда есть границы личные и так далее. очень вкусный чай. Спасибо большое. Катя, очень приятно с вами познакомиться. Взаимно, да. Я знаю, что для Николя вы не просто жена, но еще и продюсер. Расскажите, как удается совмещать и личную жизнь, и работу? Вообще, я думаю, что отделить музыку от личной жизни практически невозможно. И все музыканты, кого я знаю, не только Николя, они все профессиональные, высокие музыканты. для них нет границы между личной и творческой, и профессиональной жизнью. Современные композиторы, кого я знаю, тоже их жены, супруги помогали, участвовали непосредственно в продвижении. Мы вот уже продолжительное время общаемся с Николя, и есть какое-то внутреннее ощущение, что он в каких-то вещах даже больше русский, чем большинство русских. Вот у вас сложилось такое ощущение? И если да, то в чем это выражается? Для меня Николя абсолютно русский человек. Лично я не чувствую вообще никакой разницы. Для меня он самый русский, и даже по моему собственному восприятию он более русский, чем я сама. Потому что на какие-то процессы, явления, в каких-то ситуациях он реагирует просто вот. Во-первых, как человек, который просто безусловно по-настоящему очень любит Россию, и даже если где-то мы можем поворчать, покритиковать, побухтеть, Николя в этом смысле абсолютно позитивный и находит во всем большие такие позитивные перспективы. Даже в том, что иногда нам сначала кажется негативным. Если говорить о визуальной составляющей, то французы, конечно, всегда сочетают в себе некую роскошь и при этом какую-то небрежность. И, наверное, все это вместе и создает некий вот такой французский шик и флерт. Ну, то есть, даже в одежде, в поведении, это вот то, что я успела заметить. Выражается ли это как-то в быту? Я для себя называю небрежность часто в поведении Николя пофигизмом в каком-то смысле. Да, но вообще есть такое мнение, и французы сами с этим согласны и признают, что, в общем, французы не такие частюли, как русские. То есть, по сравнению с русскими, они не просто небрежные, они просто грезнули большие, честно сказать. Николя, вы как считаете, это плюс или минус такая небрежность? Очевидно, что я совсем не идеален, и на самом деле нет ни одной национальности, которая была бы идеальна. Всегда есть что-то хорошее и не очень. У нас была большая проблема, потому что несколько лет Николя никак не признавал, что надо снимать обувь, когда ты входишь в дом или в квартиру. Это была катастрофа для меня, настоящая катастрофа. Начали с бахил. То есть, сначала я его уговаривала, упрашивала и умоляла надевать бахилы, а потом как-то потихоньку, постепенно он все-таки перешел на тапочки. Даже такие что-то вроде полуваленочек себе порябрел и ходит теперь даже в Суздале в доме он ходит в таких тапках-валенках. Николя, о чем вы мечтаете здесь, в России? На самом деле, до того, как мечтать, моя реальность абсолютно прекрасна. И это прежде, чем желать чего-то лучшего. А если и желать чего-то большего, я композитор, музыкант, и я понимаю, что в современном мире культуры я должен признаться, что я должным образом не соответствую современной культуре, так как если бы я был рок-певцом или делал техно-музыку, это бы больше соответствовало контексту, что, возможно, отличает современную культуру, это то, что она приносит счастье, которое очень быстро проходит. И это создает много проблем. А я бы очень хотел, чтобы цивилизация смогла вновь обрести что-то, что дает человеку веру, что-то более фундаментальное. в России я мог бы что-то привнести в эту культуру, что может стать частью единения. Я не русский, но да, это может стать возможным. и один день он советовал мне использовать красивый риск. Какие качества вас привлекли в Катю, чтобы вы поняли все, моя мечта, и вот только эти качества можно встретить в русской женщине? Я не знаю так много русских женщин, я знаю Катю, но если в общем это правда, что возможно с француженками всегда есть некая дистанция, они не сразу переходят на эмоциональный уровень. Часто многое остается на уровне не скажу что холодности, но в пределах рационального, нормального, логичного, в то время как с Катей есть импульс, душевный порыв, глубокий, непосредственный, спонтанный. Катя, Николя, вы такие творческие, потрясающие люди. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы переехать жить во Францию, в Париж? Я очень ценю, что могу время от времени приезжать в Париж. У меня там много друзей. Париж сам по себе прекрасен. Вся странность ситуации в том, что невозможно сказать, что дальше будет лучше, так как с каждым годом все больше и больше проблем, и никогда нет того момента, когда бы мы могли увидеть позитивную перспективу. В то время как в России, несмотря на то, что тоже есть свои проблемы, для меня, как для музыканта, да и в целом, всегда есть некий аспект, есть различные проекты, и мы надеемся, что следующий год будет лучше. То есть здесь немного другая атмосфера, но на уровне ощущений я думаю, что для меня лучше оставаться в России. А в чем секрет семейного счастья, на ваш взгляд, по-французски? Ну, я не думаю, что есть некая принципиальная разница понимания семейного счастья в России и во Франции. Между двумя людьми на этом уровне я не вижу большой разницы, кроме, возможно, фольклорных вещей, так как то, как мы счастливы в семейной жизни, например, в Суздале, отличается от того, как это может быть в большом городе во Франции, например, в Париже. А в чем эта разница? Это значит, что вот в большом городе у вас больше занятий, вы контактируете с большим количеством людей, а если вы в таком маленьком городе, как Суздаль, вы видитесь с друзьями, но меньше, и вы чаще вдвоем. Есть насыщенность личного пространства, которое может расширяться. Я заметила, что Николева в России стал значительно более расслабленным. В Париже, во Франции он жил в другом ритме и в другой тональности. И у него не было совсем времени для того, чтобы писать новую музыку. Он очень долго не писал, и только в России, вот когда начался ковид, в 2020 году, именно в 2020 он начал работать серьезно над новыми произведениями, и это уже, это все-таки, видимо, в его сердце, в его пространстве жизненном и духовном освободилось больше времени для этой красоты, которую он дарит людям музыки. Насколько я знаю, у вас во Франции, в Париже есть квартира, где всю мебель Николай сделал сам. И мне кажется, это очень похоже на такой стиль русского мужчины, который все может сделать сам. Когда он порывается, что-то сделает сам, и я умоляю его этого не делать. Потому что все-таки русские музыканты, пианисты, они предназначены немного для другого. Я понимаю, что хочется, но каждый должен заниматься своим делом. Руки таких людей не предназначены для тяжелой какой-то работы. Тем более, что у Николя это не очень хорошо получается. Прости, пожалуйста, но это... В итоге я всю эту мебель выкинула. Честно вам скажу. Пока Николя ушел на репетицию, я так... Очень хорошо. И всю мебель, ну, конечно, не без помощи друзей, пока Николя репетировал и вынесла на улицу. Прежде всего, я сделал эту мебель, так как у меня было огромное количество книг и вещей. Было сложно использовать пространство. То, что я сделал мебель сам, позволило мне выиграть это пространство. Но это было сражение за каждую дощечку. Нет, это очень важно, это я сам сделала, это ты не представляешь, это очень полезно, очень удобно, очень классно. Да, может быть, это правда. Возможно, это типичное качество русской женщины. Сложно противостоять русской женщине, сложно быть против, а я не могу быть против. Николя, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Вы готовы? Конечно, конечно. Три главных качества русской души. Щедрость. Я думаю, что есть стремление проявлять щедрость. Я думаю, есть также способность терпеливо ждать в страдании, но в надежде, тем не менее, на победу. Русская душа, она сохранила что-то мистическое. Это значит что-то мистическое, связанное с православной религией. На планете не так много цивилизаций, которые сохранили что-то сильное. А в России же это осталось. Три вещи в России, к которым вы никак не можете привыкнуть. Иногда есть некоторые бюрократические аспекты. К этому трудно привыкнуть. Возможно, есть советские здания. Вы знаете, в пригородах советская архитектура особенно некрасивая. Я иногда задаюсь вопросом, ну, почему бы не задекорировать фасады и все такое, чтобы просто лучше дышалось. К этому немного трудно привыкнуть. Что русскому нужно для счастья? Русскому человеку необходимо находить глубокие эмоции. И я думаю, к сожалению, в нашем современном мире это не так легко, даже если это глубокие эмоции в дружбе. Я думаю, что в России, да, это важно. Николя, спасибо вам огромное за наше интервью. Спасибо вам. Несмотря на то, что мы активно сравнивали две наши страны, я думаю, все-таки главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Конечно, конечно, тоже. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, мы все читаем. Ну и, конечно, подписывайтесь на нашу группу ВК и Телеграм-канал. Ведь все, что не вошло в основной выпуск теперь будет там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok